Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2156. «Насколько были свободны иерархи в России от царской власти?» Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Со времен Константина Великого церковь потеряла полностью свою самостоятельность и с этим свыклись. Были от придержащих солидные подачки на монастыре, и этим все сказано. Связали себя по рукам и ногам мамона, и поэтому, что бы им ни сказали властители, они с верноподданнической услужливостью выполняли. Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». «Даже те, кто канонизирован, они-то более всего прогибались перед державной тростью. Эти выписки из жития я еще предлагал, где говорится о монархии. В оригинале там все местоимения пропечатаны с большой буквы. Как о божестве, даже страшно было перепечатывать. Вот как в житии Игнатия Бринчанинова показано это. Том 1, страница 43, кавычки открываются. Император Николай Павлович изволил вспомнить бывших своих воспитанников и приказал митрополиту Филарету не в Москву вызвать игумена Игнатия, а в Петербург для личного представления ему. Причем прибавил, что если Игнатий ему так же понравится, как и прежде, то он его митрополиту Филарету не отдаст. Император изволил сказать, ты мне нравишься, как и прежде. Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предлагал тебя поставить, но избрал по своему произволу путь. На нем ты и уплоти мне долг свой. Я тебе даю Сергиевую пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который и в глазах столицы был бы образцом монастырей. И назначил самому игумену получать 4000 рублей ассигнациями содержания от кабинета. Страница 45. Как верно подданный и инок, он твердо решился в точности исполнить волю возлюбленного монарха, сделав вверенную ему пустынь образцовую обителью во всех отношениях. Троеточие, кавычки, открывается. Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета. Здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным наказаниям без суда, без малейшего исследования. Как бессловесное животное, как истукан бесчувственный. Здесь я увидел врагов, дышащих непримиримой злобою и жаждую погибели моей. Кавычки закрыты. Страница 47. Были собраны 50 тысяч рублей. Графиня Орлова также много помогала своими щедрыми даяниями. Церковь и корпус настоятельских келей, как однофасадные здания, были соединены новым двухэтажным корпусом, в верхнем этаже которого весьма удобно устроена была обширная братская трапеза. А в нижнем расположены кухня, пекарня и другие хозяйственные помещения. В 1834 году летом совершенно неожиданно посетил обитель государь-император, приехав из Петергофа около пяти часов пополудни. Он один пошел в церковь и спросил встречного монаха, «Дома ли Архимандрит? Скажи, что прежний товарищ хочет его видеть». Государь спрашивал о третьем их товарище Федорове вместе с ним, поступившем в монастырь. На ответ, что Федоров возвратился в мир и вновь на службе заметил, «Видно ему монастырский хлеб сух показался, а тебе, – обратился к Чихачеву, заметно сильно пополневшему, – пошел впрок. Назначено было выдать из казначейства 96 806 рублей 19 копеек». Страница 52. Монастыри должны быть наделены для устройства земледельческого занятия примерно по 100 до 150 десятин. Комиссия отпустила еще 30 тысяч рублей. Отец Михаил Чихачев пожертвовал 40 тысяч рублей в личное безотчетное распоряжение архимандрита. Страница 64. На содержание епископу отпускали 285 рублей серебро. Синод отпустил еще по 1000 рублей серебро в год карманных денег и по 15 тысяч, наверное, да, серебром на содержание архиерейского дома. Ставропольским вице-губернатором был родной брат епископа Игнатия Петр. Страница 68. Стал проситься на покой в 1861 году у императора. Кавычки открываются с чувством верноподданнического благоговейного уважения и совершеннейшей преданности имею счастье быть. Кавычки закрыты. Назначена пенсия по 1000 рублей в год. Позже она была увеличена на 500 рублей. Государь... Так, дальше, наверное, страница 74. Государь благоволил вспомнить о строительстве храма. Страница 78. Ваше Высочество, поддерживайте монастыри по тому благу, которое приносит их существование. Спасибо за внимание. Продолжение следует...